Что стало с немецким трофейным вооружением после окончания войны? Трофеи всегда были неотъемлемой частью войн, и Вторая мировая в этом плане не стала исключением. После подписания акта о капитуляции Германия обязалась выдать СССР тысячи единиц исправной военной техники. Давайте узнаем, что же стало с легендарными немецкими танками, самолетами и оружием после окончания войны. После вступления Красной Армии на территорию Германии специальным приказом НКО, Народный комиссариат обороны, советским солдатам разрешалось раз в месяц отправлять на родину личные посылки с трофейными немецкими вещами. Предметы выбирались по личному усмотрению красноармейцев, но особое предпочтение отдавалось алкоголю, табаку, лекарствам, стриптомицину и пенициллину, и личным вещам, кинжалам, часам и антиквариату. До 1943 года трофейная военная техника собиралась неорганизованно. Иными словами, все, что получалось забрать с поля битвы, забиралось. После этого были сформированы специальные трофейные бригады, которые собирали немецкое военное имущество и отправляли его на специальные базы. Часто для сбора трофеев привлекалось и местное население. За это советское руководство платило неплохие на то время деньги. Например, за сдачу немецкого шлема полагалась премия в размере 3 рублей. В зависимости от количества и ценности вооружения и боевой амуниции платили соответственно больше. Оружие, в котором нуждался фронт, бронетехника, противотанковые гранатометы и тому подобное, направлялось в распоряжение действующих частей. Смотрите дальше, дальше будет интересней, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и обязательно включите уведомления. По понятным причинам предпочтение отдавалось тяжелой военной технике. Только лишь одних немецких танков во время войны и после нее было собрано несколько сотен единиц. Большинство бронетехники транспортировалось на советские базы в исправном состоянии и подвергалось дальнейшей переработке, страна нуждалась в стали. Использование тех же пантер или тигров в бою было нецелесообразно из-за отсутствия должной технической базы и квалифицированного обслуживания. После окончания войны немецкие танки, в основном, были отправлены на переплавку, а часть применялись в качестве мишеней во время учений и испытаний противотанкового вооружения. Что касается авиации, то здесь положение обстояло по-другому. Самолеты очень редко попадали в руки РКК в исправном состоянии и не представляли особой ценности. Исключением стала немецкая реактивная авиация. Так, за истребителем Мессершмитт Ме-262 многие страны буквально охотились, желая заполучить ценный трофей. До 50-х годов эти самолеты стояли на вооружении Испании. В СССР на базе Ме-262 был разработан советский истребитель Су-9. Не забывали в Красной Армии о стрелковом оружии. Исправные немецкие винтовки и автоматы доставлялись на склады. Если после тщательного осмотра устанавливалось, что оружие не подлежит ремонту, оно утилизировалось, исправное оставлялось на складах, так сказать, на всякий случай. А такие случаи регулярно возникали в Африке, на Ближнем Востоке, в Корее, Вьетнаме и других странах Индокитая. Тысячи трофейных немецких пистолетов стали наградным оружием.